всем привет друзья добро пожаловать на канал с вами снова я и космокод на сферату и сегодня у нас 12 заключительная серия а какого там сезона второго сезона дракула история нет это не заключительная серия их 13 более ну ладно значит пред заключительная серия 2 сезона дракула история любви и она называется посланцы от старого знакомого что же давайте сыграем и посмотрим что же у нас там интересного погнали не забудьте пожалуйста лайки подписки комментарии обязательно хорошо договорились и на предыдущем видео пожалуйста посмотрите там есть конкурс и если вам интересно то обязательно ставьте лайк пишите комментарии собственно все просто люблю целую погнали и так посланцы от старого знакомого что же это у нас за такие посланцы от кого голова 12 нашествие тараканов карниван ты влад ну здравствуй и прощай хорошо серия началась наше время город лэствил берег реки хотя я уже видела мистику и нечисть это существо повергло меня в шок я почувствовала что дрожу всем телом кто это и он знает влада силуэт обернулся к помощнику у черной фигуры и прогремел хватай девчонку и к воде я живо тот присел от страха и тут же метнулся к микки сию секунду господин в два счета он перерезал державшие ее веревки подхватил хрупкое тельце и потащил к реке а красный силуэт тряхнул старика вставай ты мне тоже нужно туда с ужасом на лице тот пытался сопротивляться но похоже у него не было шансов дерганными движениями куклы марионетки он двинулся за помощником неся на себе силуэт а со свирепым рыком влад разодрал нижние ветки колючей изгороди отделявший нас от поляны с ритуалом и прорвался на ту сторону карни ван а мы чувствуем почему мы не пролезли в эту дырку селяна скорее встань в проход пока не затянулся и остропенулась от его голоса и кивнула быстро скользнула в свободное пространство между шипами держу проходите первым проскочил на сферату и тут же устремился за похитителями мяу сандра теперь ты иду наконец пролез лео и я за ним черные фигуры были все ближе к реке влад мощными прыжками следовал за ними но в этот момент с моста ему кто-то выбежал на перерез генри что генри реально в руке мужчина держал небольшой предмет похоже на фонарик и направлял его на влада остановись порождение тьмы нет генри дурак что ли ты ошибаешься лео метнулся к ним но не успел из оружия генри вылетела некое подобие сетки и мгновенно связала влада по рукам и ногам он заметался вырываясь такой силой что земля вокруг затряслась но тонкая сеть сковала могучее тело намертво очередной рывок заставил влада повалиться на землю что это за колбаса докторская ну реально что это за авоська влад в авоське лежит да в это время вот на что называется темный король могучий король карпат просто авоську накинули все и лежит там в это время фигуры в плащах достигли воды на сферату догнал их вцепился когтями впадал помощника сказал я сжала кулаки да на сферату давай но в следующую секунду кот отлетел в сторону отброшенный безжалостным ударом ботинка ах ты скотина как ты смел так на сферату давай давай фас фас прыгай на него прыгай чертова скотина это ты чертова скотина не смей обижать животных тем более на сферату пусть лёдкий пойди мой какой лапочка как можно было пнуть чтобы у него нога отвалилась блин козлина такой красный силуэт выскользнул из старика и предстал перед нами в полный рост он по-прежнему был полупрозрачным сотканным из дыма но даже в этом виде производил жуткое впечатление это точно демон и кажется очень сильный ну да но и выглядит посимпатичнее чем карниван он забросил мику себе на плечо затем вытянул руку в сторону ближайших зарослей невидимой волной пробил в них проход кивнул черным фигурам а теперь прочь вы мне еще пригодитесь старик и помощник бросились туда как только они покинули поляну изгородь замкнулась за их спинами силуэт отвернулся и заскользил по поверхности воды направляясь под мост мика по-прежнему безжизненно висела на его плече бедная бедная малышка что теперь будет по берегу как раскаты грома разнесся крик влада нет отдай ее но демон лишь бросил на связанного влада на смешливый взгляд я его понимаю мне тоже кажется это смешным а ты попробуй теперь забери он двинулся дальше и вскоре исчез запеленной тумана подаркой моста следом за ним воду что-то плюхнулась я сейчас не поняла на сферату с трудом перебирая лапками в намокшей одежде он следовал за похитителем ты моя поза твоего просто вы видите на сферату сфинксы не любят воду и все равно он идет туда какой милый кот в общем он тоже скрылся в дымке я вот не поняла почему генри на значит на вот этих вот чуваков в капюшоне и на карнивана никак не отреагировал а влада заточил в авоську ладно мы с левой сандрой бросились к владу лео поддел державший его веревки концом меча сейчас погоди разрежу мы поможем сандра держи натягивай давай но ничего не выходило тонкий на вид веревки совершенно не поддавались острую меча зря стараетесь не получится генри пожалуйста отпусти его нам нужно спасти мику влад не сделал ничего плохого да он вовсе не тот кто ты думаешь нет ли он не тот кто ты думаешь мужчина глядел влада со смесью удивления и опасения все давно указывала на него на лаверна подозревала но доверилась тебе а ты подвел поддался личным привязанностям видел в нем друга и не разглядел монстра но теперь сам посмотри каков он лео встал гнев нажимая кулаки я уже видел его таким генри и тогда он спас от нашествия нечисти и древнего монстра целое румынское село да влад связан с тьмой но он на стороне добра генри не верил своим ушам ты знал секунду поколебавшись он решительно дернул из кармана телефон и стал быстро что-то набирать что ты делаешь сообщая аквилу что обнаружил носитель огромной тьмы которого мы искали нела слишком мягко с тобой лео но алан не будет медлить одним прыжком лео оказался рядом и выбил из его рук телефон значит все же решил идти против нас в любом случае поздно отправлено лео в отчаянии тряхнул его за плечо генри мы ведь с детства дружим и всегда доверяли друг другу ты же знаешь как серьезно я отношусь к работе почему не веришь мне серьезно относишься ты видел нашествие нечисти в румынии не заявил об этом знал что рядом с тобой носитель тьмы и покрывал его подумать только ты предал тех кто тебя вырастила всему научил ради друга которого знал неделю ну да лицо генри побледнела щеки же наоборот покрылись нездоровым румянцем аквил был прав лео ты слишком зелено неопытен именно из-за такого как ты прайд в прошлом потерял авторитет парень который мог стать великим дерзнул отказаться от предназначенной ему миссии и так в итоге была провалена мужчина говорил все громче и с каким-то лихорадочным возбуждением да он понес наказание но разве нам от этого легче из-за своих мелких человеческих дел он погубил репутацию всех львов на века я не позволю случиться такому снова тем более в этот раз ставки гораздо выше на кону уже не просто репутация а судьба прайда справимся с этим делом и будем как прежде наравне с орлами нет потеряем все и станем никем как когда-то валы сандра почему-то вздрогнула потерла висок и тихо повторила а валы я тоже ничего не понимала да и львы и орлы о чем ты говоришь генри ну да тебе ведь не объяснили потому что не доверяли как оказалось правильно глаза генри все сильнее горели странным болезненным блеском речь начала путаться до твоего появления мэтт много занимался со мной ценил а потом раз и все наш чудесный особенный лео надежда прайда остальные не нужны мужчина выронил свой фонарик и покачнулся как пьяный лево подался вперед чтобы его поддержать ты в порядке генри я никогда тебя таким не видел но тот злобно отдернул руки прочь сандра шепнула мне он и правда будто не в себе да и тут мой взгляд упал на фонарик нужно его подобрать может получится снять с влада сети я двинулась к фонарику увлеченный своей речи он меня не видел тебя все всегда любили больше нелла да и вообще все девушки куда бы ни пошли а мэтт так просто превозносил но знаешь что я думаю наставник ошибся ты никакой не особенный обычный посредственный мне наконец удалось приблизиться к заветному предмету что такое на периферии зрения мелькнуло нечто странное на спине генри было существо розовое розовый осьминог который говорит о слизкое бесформенное существо со множеством тонких щупалец цеплял за мужчину елозило по его спине шеи волоса это выглядело так гадко что меня передернуло в мою голову вдруг пришла догадка может эта тварь влияет на него лео ведь сказал что никогда не видел генри таким я скажу об этом лео осторожно пятись я вернулась подошла к леву шепнула ему на ухо сзади на генри посмотри а лео замер потом резко шагнул вправо и заглянул за спину мужчины черт что ты но лево уже схватил генри за плечо крепко удерживая его на месте и резко взмахнул мечом а четкий выверенный удар провел острию меча ровно между его спиной и странным существом и их она упала на землю источненно заверещала задергала пальцами я испуганно отвернулась послышалось еще несколько ударов и тварь стихла что вы что это генри вздрогнул всем телом и силой потер глаза растерянно замер глядя на существо а потом словно потеряв разом все силы опустился на землю он сжал пальцами свои волосы ошарашенно моргая явно прокручивая в голове недавнее событие черт сколько же дрянь я тебе наговорил дружище его лицо побагровело казалось он готов сквозь землю провалиться от стыда лео я я всего этого не думаю поверь освободи влада генри тот замер на миг в сомнении но потом кивнул хорошо если ты говоришь что он не тот значит так и есть подобрав фонарик который до сих пор валялся на земле генри нажал на нем что-то веревки расползлись влад резко поднялся и шагнул вперед генри опасливо попятился влад молча его обошел и остановился возле сраженной твари прости меня лео за все те слова я не знаю откуда что на меня нашло голос генри дрожал ты не виноват это влияние лярвы влад с удивлением рассматривал бездвижное тело существа это лярва да бессознательные паразиты из нижних миров питаются скрытым негативом подавленными чувствами вытягивают на поверхность все самое гадкое постыдное что только есть глубинах души то о чем ты не подозреваешь но откуда она взялась на генри в том и вопрос их давно вычистили загнали очень глубоко заперли ей не откуда было здесь взяться если только бух в паре метров от нас раздался громкий хлопок что-то прошлая серия была какой-то вялый и скучный в этой серии прям столько событий и так образовалась какая-то нора из которой посыпали лярвы так отлично лярвы вышли фиолетовые розовые лео стой не приближайся но тварь хищно причмокнула и продолжила двигаться на нас вокруг нас стали вздыматься новые кучи земли из нор полезли твари поодиночке они были скорее неприятны чем пугали но в таком количестве мы сандры невольно отступили за спины мужчин откуда они так много карниван он их сюда выпустил вены на шее влада вздулись он поднял факел селена сандра стойте там ни в коем случае их не касайтесь прилипают мгновенно если сразу не снять доводят до сумасшествия лео нужно их удержать я готов влад зарычал выставил факел вперед и стремительно очертил им перед собой полукруг твари попятились я помогу генри поднялся схватил факел и встал рядом с парнями но существа все появлялись и появлялись нашествие опасаясь огня они не подползали слишком близко нас окружают что же делать меня все больше пугали эти создания их способность проявлять в человеке все плохое казалось мне даже страшнее чем жажда крови у карпатской нечисти конечно мы не позволим дама начеку мужчины и правда твердо держали оборону но вдруг масса склизких тел изменила направление потянулась от нас в сторону реки куда они кажется к мосту лео оказался прав при всей видимой неуклюжести они очень быстро двигались если они перейдут на тот берег попадут в замок а оттуда в город нужно перекрыть им с доступ скорей влад и генри выступили вперед с факелами прокладывая путь через толпу лярв лео ты первый нужно очистить мост а почему просто нельзя их поджечь как-нибудь там вселенная сандра держитесь между владом и генри мы последовали его совету а лео уже бросился вперед размахивая мечом забежал на мост и стал сбивать тех твари что успели подняться чисто проходите вскоре мы оказались у моста влад и генри обернулись выставив факелы в обратную сторону мужчины снова встали полукругом защищая мост какое-то время существа нерешительно ползали кругом некоторые приближались к воде но едва макнув туда щупальца строжью отдергивали их по воде не пройдут с другой стороны изгородь надо только удержать вход на мост твари верещали все громче несколько самых агрессивных пошли на пролом лео влад и генри перешли в нападение в общем ребята боролись сандра о что же делать я схватила сандру за плечо помнишь когда на замок влада напала нечисти линка окружила его защитным туманом да может попробуешь повторить ты же видела как все было селена ты видела что у меня ничего не выходит с магией одна неудачная попытка разве это показатель нужно хотя бы попробовать сколько еще ребята так выдержит пока будут биться с ними сандра печально посмотрела на мужчин генри явно плохо себя чувствовал после нападения он дышал все тяжелее а в какой-то момент опустил факел отступил назад лео продолжал размахивать мечом а влад факелом но справляться вдвоем с пребывающими тварями им было все сложнее хорошо я попробую только ты пожалуйста помогай мне ну конечно давай вспоминать что делала и линка я помню что мы помогали ей зажигать огонь помнишь еще траву собирали сухую ты выбрала правильный ответ сандра закивала да верно он еще газ все время мы не сдавались и в итоге все получилось видишь что бывает если не сдаваться ты права значит нам нужен огонь и его здесь предостаточно генри можно твой факел конечно парень передал нам свой факел хорошо что было дальше огонь вода земля и воздух логично я как маг говорю вам точно она раскладывала перед собой предметы какую-то склянку до склянку с водой думаю самый обычный до самой обычная подойдет да правильно у тебя прекрасная память спасибо значит нам и сейчас нужна вода сандра махнула рукой на реку ну чего чего а здесь ее навалом да река совсем рядом даже склянка не понадобится я задумалась огонь вода кажется я поняла и линка использовала элементы четырех основных стихий природы да именно так отлично четыре основные стихи это огонь вода воздух и земля я уверена да именно так это был верный выбор земля и воздух и с первым тоже проблем нет сандра торопливо поскребла рукой по поверхности земли собирая ее в небольшую кучку а вот для воздуха и линка использовала перо и здесь я их не вижу может это не обязательно воздух ведь тут повсюду может быть тогда давай пробовать так давай сандра села на траву прикрыла глаза и подняла руки осторожно влад сзади одна из лярв прокралась между парней уже тянула щупальца к спине влада но от крик лео он обернулся и прожег ее факелом я заметила что пока мы вспоминали стихи количество тварей увеличилась ох только бы у сандры получилось я подошла к ней ближе и шепнула помнишь как но я говорил отключи мысли и лови ощущения не открывая глаз она кивнула прошло около минуты я начала волноваться что если у сандры не получится что мы будем делать но тут она резко вскинула руки вверх и громко заговорила а я то зор и еще громче от вам тэру со стороны реки на нас двинулась пелена тумана сначала редкого полупрозрачного а потом все более густого чьи ах лярвы стали кашлять и задыхаться а туман медленно стягивался вокруг нас образуя купол и закрывая доступ к мосту толпа склизких желеобразных тел резко повернула назад они натыкались друг на друга сбивались в одно месиво заползали обратно в норы но вскоре мы перестали это видеть потому что туман совсем уплотнился получилось лео радостно бросил меч на землю и подошел к нам ого сандра это ты она открыла глаза и удивленно осмотрелась кажется да ну конечно ты кто же еще умница она со счастливой улыбкой поднялась на ноги и мы слева обняли ее браво сандра влад опустил факел но остался стоять в стороне ему неловко общаться с нами в этом облике во время битвы было не до того но теперь влад стыдится себя мне мне жаль что это так я бы хотела чтобы он подошел и чувствовал себя свободно ты сочувствуешь влад до а видите сандра высвободилась из наших объятий указывая на купол из тумана он задрожал заколыхался и стал стремительно редеть нет защита рушится в образовавшуюся брешь заглянула одна из тварей и радостно зашевелила пальцами ик о нет сандра быстро опустилась на землю и снова расставила руки а я то зор от вам терру туман снова начал густеть все в порядке он восстанавливается ох кажется я не могу сделать так чтобы купол держался сам просто ты еще не научилась стабилизировать свои силы это нормально вначале тогда буду сидеть так и все время поддерживать его но как долго это продлится пока они не уйдут да поняв что здесь нечем поживиться лярвы отправятся обратно в нижние слои там и хоть скудно но подкармливают влад повернулся к реке совсем помрачнел а мне пора нужно найти мику в одиночку может я нет ли у ты нужен здесь на случай если туман снова даст брешь но если нет туда куда мне надо я могу попасть лишь один влад сделал несколько шагов но лео тут же поднял свой меч и направился за ним тогда я хотя бы провожу тебя до реки мне вдруг стало очень тоскливо и неспокойно на душе я с вами тоже провожу сандра мы тут рядом и скоро вернемся хорошо влад береги себя и пусть мика найдется давайте бросим сандру одну правильно с лярвами она разберется спасибо сандра лео обернулся генри тот еще сидел на земле но выглядел уже гораздо лучше генри если что да я буду на страже мы оставили вдвоем и стали спускаться под мост ближе к реке почва была влажная местами со слякотью и чавкала под обувью мы шли молча смутная тревога в моей груди нарастала а в голове крутилось все больше вопросов я понимала что сейчас не время но не могла удержаться влад то место куда ты идешь это темный мир силуэт с микой ведь просто исчез под мостом в середине реки значит там проход не сбавляя шага он ответил да карниван не имеет тела в этом мире здесь он передвигался используя старика но под мост смог войти сам значит там граница вспоминая слова но и я пробормотала люди не могут входить в темный мир а на сферату как он туда проник некоторые кошки могут например сфинксы вот почему вот где пропадает маленький на сферату да порой его сложно найти их да и линка говорила что они умеют находить лазейки в пространстве именно так мика ну то есть ее кошачья версия попала к нам из румынии может она и на сферату научила я все думаю как он к нам из замка с мечом попал а я все думаю как влад уехал без микки то есть он бросил свою дочь там она типа сама по себе вообще там гуляет это не далеко по человеческим меркам но для кота да еще с такой нож и просто нереально вот я про это и говорю да думаю он использовал лазейку в пространстве у этих животных тесная ментальная связь когда один в беде другой чувствует это и спешит на помощь он мику животным назвал ну хотя как ее назвать тоже она она вроде кошка кошка человек я решила задать еще вопрос влад вы с карниваном ведь знакомы и кажется далеко не самым приятным образом когда-то он многое потеряла за меня почти все из высшего демона верхушки общества стал изгоем теперь обрывочные догадки сложились в единую картину он падальщик верно вытягивал из микки ее жизненную энергию а поскольку своих тел у них нет использовал этого старика влад остановился и повернулся ноэра сказал он понятно да карниван падальщик основателей шайки и лидер и потерял он все потому что был осужден по введенному тобой закону кулаки влада сжались а глаза еще сильнее налились кровью по моему закону его должны были лишить энергии казнить но он избежал этого ли он уклонился рассматривая что-то у себя под ногами интересно он поднял из травы какой-то предмет крестик атрибут для ритуала я узнала его эту штуку вместе с книгой держал помощник старика во время ритуала наверное выронил когда они убегали нужно его сохранить и изучить конечно возможно так мы узнаем кто они такие вскоре мы дошли до реки влад и я остановились у кромки воды лео предпочел держаться от нее на небольшом расстоянии кажется он и правда не любит воду мимолетная легкость тут же сменилась больше тяжестью настало время прощаться влад мельком скользнул взглядом по моему лицу и перевел на лео пора позаботься о ней хорошо хотя я знаю что мне не нужно тебя об этом просить да позабочусь а ты а лео посмотрел на свой меч и вдруг протянул его владу позаботься о себе возьми но это же твой ну и что тебе нужнее а у нас там если что и факелы есть а лео тепло улыбнулся осматривая фигуру влада ты в этом облике конечно и так очень крут но все равно оружие не помешает я согласна владик на самом деле круто выглядит ничего страшного а влад ничего не ответил но его взгляд на лео в нем было столько признательности доверия щемящей тоски у меня в сердце защикотала от смутного воспоминания я не могла уловить его детали но ощущение было очень ярким впервые за все время с нашей встречи я ясно почувствовала неразрывную связь между нами тремя точно такую же какая была давным давно в османской империи у лали и двух плененных принцев влад протянул руку к мечу но лео стоял слишком далеко чтобы он мог до него дотянуться заметив это тот улыбнулся еще шире шагнул ближе к воде ладно но вдруг он словно ударился обо что-то и отскочил назад а в чем дело лео стал ощупывать руками воздух я не могу пройти тут как будто стена между нами стена он еще раз подался вперед но снова уперся в невидимую преграду владик лали а что делать влад медленно перевел взгляд на меня и удивленно замер почему ли он не может пройти вытянув руку влад тоже ощупал воздух вопрос не в том почему он не может а как ты смогла здесь уже начинается граница другого мира куда людям хода нет но селена человек или нет абсолютно точно правда у нее есть одна особенность возможно это особенность ты имеешь в виду мой свет да я хотел еще спросить о свете но вдруг поняла что гораздо больше меня волнует другое влад выходит я тоже могу пойти туда с тобой на поиски микки выходит можешь во мне поднялась буря смешанных эмоций сильная тревога предчувствия обрывки фраз в голове и все это оформилась в мысль я должна пойти в темный мир потому что хочу быть рядом с владом потому что хочу потому что хочу быть рядом с владиком разве я могу оставить его одного в такой момент неизвестно что еще готовит этот карниван я просто должна посмотреть что такое темный мир я должна оберегать его от тьмы я подошла к лео взяла его меч и передала владу спасибо и твердо сказала влад я иду с тобой это может быть опасно темные не могут причинить мне вред мы в этом уже убедились и все же и все же я пойду пожалуйста не нужно меня отговаривать за нашими спинами послышали шаги в воде мы обернулись но и в своем виде офигеть ребят ну прям вообще кайф подожди а но и то есть переместил девочек потом вернулся в темный мир или что но и ты ух да я надеюсь успел к самому интересному я не могла отвести глаз от его нового облика селена не очень-то прилично так откровенно глазеть на друга твоего он перевел взгляд на влада и тут же ухмылка исчезла с его лица но и стал очень серьезным собираешься к нам да и селена тоже вижу тогда не будем медлить по пути все расскажете значит я прощаюсь с вами удачи и скорого возвращения сказал лео спасибо лео и вам удачи лео махнул нам рукой ушел влад посмотрел на ноя ты не мог бы немного подождать нас там за пеленой владик ну как бы не время давай в следующий раз а ну у нас дело есть как бы да но и понимающий поднял руки конечно уже исчезаю он скрылся в дымке под мостом и мы с владом остались наедине вселенная впервые с момента своего превращения он посмотрел мне прямо в глаза ты должна очень хорошо понимать что ты делаешь и куда идешь и с кем я все понимаю и и тридцать четыре алмаза за то чтобы сказать что бы ни было я буду с тобой ну конечно конечно давайте за тридцать четыре алмаза скажем я потянулась к его руке и хотела взять в свою но влад резко дернул ее спрятав за спину нет не надо я мягко но настойчиво сказала влад не делай так дай мне свою руку я не боюсь еще раз практически по слогам повторила я больше не боюсь тебя и мне все равно как ты выглядишь потому что я вижу твою душу а она очень красиво даже несмотря на то что вся изранена любые раны постепенно затягиваются если за ними правильно ухаживать я хотела бы вылечить твои раны чтобы они перестали болеть и ты мог дышать жить в полную силу свет луны отражался от поверхности реки и в этом свете мне очень хорошо было видно его лицо каждую черточку каждую деталь и всю глубину печали его глаз я отчетливо видела как действовали на него мои слова насколько долгожданными они для него были но как сложно ему было поверить в их искренность селена я тоже вижу твою душу насколько она чистая светлая принимающая в твоей душе найдется свет а в сердце тепло даже для самого темного создания но мне меньше всего хочется чтобы это было причиной того что ты сейчас готова идти со мной я очень прошу тебя будь честный не со мной с собой если в твоем принятии меня есть хоть капля насилия над собой если есть хоть крохотная доля чувства долга или жалости прошу останься здесь это не нанесет мне еще одну рану не бойся нет потому что я теперь понял самое главное для меня чтобы ты радовалась и была счастлива неважно рядом со мной или вдалеке это слова безусловной любви я подошла ближе и все-таки взяла его за руку осторожно провела ладонью по шершавой коже изогнутым пальцем с острыми когтями и посмотрела в глаза Влад ты мне слишком дорог чтобы я могла обманывать тебя или себя рядом с тобой мои слова абсолютно искренне и идут от самого сердца я и сама не заметила когда перешла эту грань когда страх перед твоей второй сущностью полностью покинул меня но это произошло эта марева рассеялась и теперь я вижу и принимаю тебя всего целиком со всеми твоими гранями и нет в этом ни насилия ни жертвенности ни тем более жалости я делаю это даже не для тебя а для себя потому что я не могу без тебя я не могу без тебя видишь куда ни беги все повторится опять все ли оно я не дала ему договорить резко подалась вперед и крепко обняла мои руки обвели его могучее тело лицом грудью всей собой я прижалась к его груди обними меня тоже Влад мне это необходимо я знаю в этом облике ты почти не ощущаешь боли а твои раны мгновенно затягиваются так позволь мне по-настоящему почувствовать то чего я так давно хочу почувствовать себя в твоих объятиях он медленно поднял руки и осторожно заключил меня в их кольцо Влад едва касался меня боясь поранить причинить боль но мне этого было мало пожалуйста крепче по-настоящему и тогда он обнял меня так как я хотела мое крохотное тело совсем потерялось в этих огромных сильных но таких бережных руках ну как же хорошо было в них король нечисти монстр гроза темного мира нет меня сейчас обнимал самый дорогой для меня мужчина и от этого мое сердце переполнялось радостью теплом каким-то почти детским восторгом я подняла к нему лицо Влад посмотри в мои глаза сейчас ты видишь он вдруг улыбнулся вижу я вижу их блеск и твою радость вот запомни пожалуйста хорошенько и никогда не забывай какая я рядом с тобой я запомню хорошо а теперь нам пора идти твои отношения с Владом улучшились он медленно и нехотя выпустил меня из своих объятий да пойдем не размыкая наших рук мы повернулись к мосту и вскоре вступили в мутную пелену тумана под ним и все и конец серии что-то я не знаю вот эти две серии они какие-то странноватые но серьезно ребят мне вот что-то не хватает в них они как будто знаете вот если объединить в одну серию нормально то есть вот девочек похитили спасли Мику похитили и вот они оказались перед этим порталом тогда ладно а тут получается что две серии как бы особо сюжет не двигают как-то так я не знаю может в 13 серии будет что-то там поинтереснее но пока что-то от этих двух я как-то не в восторге в том плане что нету и путешествий в прошлое да как было раньше как было раньше я соскучилась нету путешествий в прошлое нету каких-то сильных подвижек да романтическое свидание было прикольное из там пред предыдущей серии вот но прошлое было какой-то такой скомканный это тоже какая-то такая ну да у Сандры в этой серии наконец начали получаться заклинания класс ну как-то и все и вот Лаля то есть Селена Лая да без разницы обнялась с Дракулой давайте посмотрим я надеюсь дальше будет интереснее в любом случае мне важна ваша поддержка я снимаю ночью у меня сломались часы зарядка точнее я не знаю может кто в курсе что делать когда зарядка от умных часов ломается ну как она она в целом не сломана все с ней в порядке просто часы не заряжаются и я теперь даже не могу сказать сколько время приходится в телефон смотреть почти 2 часа ночи я жду вашу поддержку любовь лайки подписочки комментарии и до новых встреч друзья пока 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 пока